Привет, друзья! Как обычно, по вторникам мы вас воодушевляем и вдохновляем, рассказывая вам о том, что нет ничего невозможного и что если хочешь, то делай. Об этом наши герои, наши гости и стартапы, историю которых мы, как правило, повествуем в течение часа в программе «Вдоль и по вторникам». Сегодня у нас в гостях компания «Статус-фактор» и бренд «Вьюва Кейс» и основатель и владелец бренда Сергей Склемин. Привет! Да, привет, привет! И директор по развитию Савелий Тарасенко. Привет, Савелий! Здравствуйте всем! Расскажите, пожалуйста, почему так вот компания «Статус-фактор» а бренд «Вьюва Кейс»? То есть у «Статус-фактора» есть еще другие бренды? Да, действительно, у «Статус-фактора» есть еще два бренда. Есть бренд «Диапро». Это бренд, который занимается электроникой мелкой, это приемники, кабели. Производством или ретейлерсом? Это производство под этой торговой маркой. Все торговые марки у нас зарегистрированы. Вот. И есть зарегистрирована торговая марка «Статус-фактор». Вот. Чтобы уже не было никаких там накладок в будущем, мы заранее подстраховались и бренды все свои зарегистрировали. То есть «Вьюва Кейс», «Диапро» и «Статус-фактор» — это три бренда, которые зарегистрированы и являются собственностью компании. И так или иначе, они все крутятся вокруг вот этих всех новейших коммуникационных технологий, да? Ну, в целом, да. Кроме компании «Статус-фактор», пока мы ярко ее не пиарим, как придет время, мы этот бренд тоже возьмем в раскрутку. Расскажите, чем занимается «Статус-фактор» в бренде «Вьюва Кейс» и сколько ему лет? Компании «Статус-фактор», как и бренду, чуть больше двух лет. Вот. Мы занимаемся производством аксессуаров. Для портативной электроники — это для электронных книг, планшетных компьютеров и смартфонов. Линейка для смартфонов у нас на сегодняшний момент только в планах. Мы ее уже разработали и планируем к запуску. На сегодняшний момент мы реализовали линейку для планшетных компьютеров, которые работают на системе Android. И для других, скажем, «Б» брендов у нас есть аксессуарик в том числе. А чем ваши аксессуары? Ну, заметны их, как их можно узнать? Это такие деловые, да? Более бизнес. Мы делаем разные, на самом деле, аксессуары по уровню и по исполнению. Мы хотим быть заметны во всем. Вот покажу вам упаковку. Упаковка зачет. Упаковка — это тоже является собственностью и разработкой компании. Мы взяли ее с другого сегмента рынка и принесли ее в сегмент электроники. Это упаковка, которая позволит человеку, купившему наш аксессуар, ее не выкидывать, а, возможно, использовать ее вторично в командировках, в полетах. Здорово. Там, я не знаю, ребенку положить завтрак в школу. Документы можно здесь. Документы, абсолютно. То есть можно из нее делать некое небольшое хранилище, либо использовать вторично, так как покупатель так или иначе за нее уже заплатил. Но все равно я вижу, что по дизайну это все-таки такие более деловые варианты, да? То есть там миските у вас на чехлах не обнаружишь, да? Да, мы не делаем пока таких аксессуаров, хотя мы не говорим, что их не будет никогда. Вот это обычные аксессуары для обычной жизни, для обычных деловых людей, не только деловых. Вот это аксессуары, которые помогут людям как-то решать свои повседневные задачи, бизнес-задачи. Они продаются в интернете или их можно купить в розничных? Их можно купить в рознице. Мы работаем со всеми крупными ритейлерами, с такими как Техносила, Мвидео, ДНС и так далее. У нас порядка, наверное, на сегодняшний момент порядка 70-75 компаний розничных, в которых мы представлены. Мы работаем по всей стране уже на сегодняшний момент. Мы работаем за пределами страны. У нас есть потребители в Белоруссии, есть потребители в Украине, есть потребители в Германии. То есть вас можно узнать в любом магазине по прекрасной упаковке, на которой написано Very Nice Case. Very Nice Case, да. Это наш лозунг, Viva Case, Very Nice Case. Мы используем три типа упаковки. Вот одна из них такая вот красочная, как Шапито, бумажная упаковка. Она целиком произведена и придумана в России. Вот эта упаковка, это та упаковка, которая шьется, которую не нужно выкидывать. Есть еще пластиковый блистер, обычный пластиковый блистер, ничем не отличающийся от других аксессуаров. Единственное, цветной вкладыш под стать нашей цветной упаковке. И сколько в среднем стоит такой, ну, я не знаю, для планшета чехол? Ну, смотрите, обычный чехол для планшета, он начинается от розничной цены, там, 490-590 рублей в розницу. Вот, мы как раз и стремились сделать аксессуары доступными, бюджетными. Но мы не говорим о том, что они должны быть низкокачественными. Ведь зачастую многие компании продают недорогие китайские товары по очень дорогой цене, обеспечивая себе там сверхприбыль и так далее. Здесь мы хотим немножко перевернуть ситуацию, делать в России товар для россиян по доступной цене, достаточно качественной. Цена, которая в основном ценник у нас меньше тысячи, скажем так. Да, я как раз хотела спросить, то есть вы сказали, что упаковка производится в России, то есть и вся продукция тоже здесь делает? Да, продукции больше 60% мы делаем здесь, вот, к сожалению, в России пока невозможно делать такие сложные аксессуары, как клавиатуры и так далее. То есть, поэтому часть комплектующих или там целиком изделий нам приходится пока еще импортировать сюда в России. Но больше 60% мы делаем уже здесь, вот, у нас есть собственное производство. Вот, Савелий как раз и является основателем, скажем так, этой производственного узла. Вот, когда он пришел к нам в компанию, компания занималась только дистрибуцией, мы изготавливали, придумывали здесь аксессуары, размещали заказы на фабриках, на сторонних, в том числе и в России. Вот, и после прихода Савелия в компанию мы решили спроектировать собственный производственный узел, который расположен в Тверской области. Да, в замечательном городе Торжок, с давней историей, который старше Москвы, с давними традициями швейного производства. И специально выбирали его, не то, что он там понравился по названию, но там есть хорошая школа, именно связанная с обучением профессиональных швей. То есть уже люди, которые умеют шить, знают, как это делается. И самое главное, мы выбирали, чтобы были определенные условия, мы хотели именно делать здесь, именно делать, чтобы это работали граждане России. Русскими руками. Русскими руками, для наших же соотечественников. И максимально использовать российские же материалы. То есть все, что мы можем найти, включая упаковку, мы нашли производство в России, оно у нас очень хорошего качества. Все материалы, которые производятся у нас, такие, как даже нитки, есть очень много предприятий, которые еще работают в Санкт-Петербурге, в Москве и так далее. То есть все, что мы можем найти в России, мы используем наше. Это принципиальный ваш был такой подход, да? Это принципиальный подход к производству, да. Нам приходится много времени тратить на поиск этих предприятий, которые еще остались у нас в системе. Но мы их находим. Мы ездим по выставкам, ездим по городам, общаемся с людьми. И вот Савелий их выковыривает практически отовсюду. Это удивительно, потому что существует же четкое, в общем, убеждение, что в России дороже и менее качественно, да? То есть почему все в Китае? Потому что там очень большой выбор, абсолютно все есть в любом качестве, какое хочешь, только деньги плати, и рабочая сила гораздо дешевле. А вы выбрали для себя такой вот, ну, не совсем простой почему-то? Мы выбрали его не случайно, потому что эта вот легкость, она является несколько иллюзорной. Дело в том, что мы должны понимать, что все произведенное за границей, в Юго-Восточной Азии, оно имеет очень много посредников, которые на этом зарабатывают. Начиная с фабрики, которая получает свою прибыль, начиная с логистических операторов, которые хотят заработать на этом. Далее потом идут посредники европейские, потом идет наша таможня, которая тоже хочет достаточно большой бюджет получить с этой продукцией. И в итоге мы получаем, что цена товара увеличивается с фабрики в 6-7 раз. То есть то на то и получается? 10-долларовая продукция, она для наших обывателей, простых людей, обходится там в 2000 рублей на полках. Потому что мы еще должны не забывать, что и сети хотят заработать на этом. Сети хотят заработать очень хорошо, потому что у них свои затраты и так далее. И мы видим, что здесь большая цепочка. Производитель превращается в большой дойную корову. Поэтому все хотят на этой цепочке заработать. Мы решили, что мы эту цепочку сократим, чтобы наши потребители, наши соотечественники получали продукцию высокого качества по доступной цене. Не то, что мы хотим снизить качество, а именно хотим убрать эту цепочку, сократив ее расстояние от производителя до потребителя. За его качество. Абсолютно. Совершенно верно. Мы здесь, мы здесь живем. Мы можем встретиться глазами с покупателями, с нашими. То есть нам не стыдно за свою продукцию. А самое главное, вы можете встретиться с глазами с производителями этого продукта. Да, это как в Макдональдсе котлеты из 20 тысяч, коров одна делается условно. Или у мамы на кухне из одной. У нас в гостях бренд VivaCase. Продолжим. Сегодня с нами компания статус-фактор и бренд VivaCase. Его основатель и владелец Сергей Склемин и директор по развитию Савелий Тарасенко. Мы забыли сказать нашим слушателям, сколько у вас человек в штате и каков оборот. Сколько производится единиц? Можно об этом уже говорить. На сегодняшний день у нас два офиса. Один московский, в котором работает около 20 человек. Вот это логистика, это логистика складская, логистика автомобильная. У нас есть собственный транспорт. Есть офисные сотрудники, ну там бухгалтерия, отдел маркетинга. Вот отдел продаж достаточно мощный. Вот мощный в плане специалистов. У нас там сидит не очень много людей, но очень хорошего качества специалисты. Вот и плюс производственные подразделения тоже порядка 20 человек. Это уже в Торжке? Это уже в Торжке, да. То есть в общий штат порядка 40 человек насчитывает компания. Для стартапа, которому два года, это достаточно серьезная уже компания. Ну мы вот как раз в конце 2013 года удвоились, открыв вот это предприятие собственное. Соответственно, компания сразу получила удвоение по штату. Теперь несем еще и социальную ответственность перед людьми, которые находятся в Торжке и ждут от нас. Вот поэтому, в принципе, пока нам это все нравится, вот люди хорошие. Один из основных ресурсов человеческий, поэтому мы его очень нехорошо ценим. Мы очень его бережем, потому что понимаем, что это наш главный капитал. Люди, которые у нас работают. То есть здания, станки, это не все исполнимо. А вот люди, которые работают, они вкладывают этот свой труд, свое умение, свой профессионализм. Мы всегда доносим, что они работают для себя в первую очередь. Хотим, чтобы вот эта отдача была именно душевная. И создаем атмосферу и все условия для того, чтобы это было им легко сделать. Поэтому кто хочет у нас работать, наши работники, они и зарабатывают. То есть вот такой постулат. Во-вторых, все для людей. Я хочу напомнить наш телефон слушателям, которые захотят с вами пообщаться или задать вопрос, или как-то откомментировать нашу беседу. 6510-996, телефон московский. И заглядывайте на страничку программы «Вдоле» на сайте finam.fm. Но компании два года, бренду два года. Вы, в общем, уже достаточно взрослые, солидные юноши. До того, как вы организовали статус-фактор и вивокейс, каждый из вас занимался чем-то другим. Как вы пришли в свой собственный бизнес? Ну, как и все, наверное, нам в комфортной жизни все время что-то мешало. Ну, либо работодатель нас не устраивал, либо еще какие-то дискомфортные моменты. Я говорю конкретно про себя. У вас какое образование? У меня высшее образование. Экономическое, техническое? У меня степень мастер бизнес-администрирования я получил в 2009 году. Учился здесь в Москве уже. Сам я приехал из региона, из Самарского. Окончил здесь уже МБА. И на сегодняшний момент все эти знания пытаюсь, так сказать, в прикладное русло направить. До этого вы работали каким-нибудь... Ну, я работал, да, в разных компаниях. С топом на дядю. Скажем так, да. С Савельем мы познакомились 10 лет назад. В одной из крупных компаний. Да, в одной из крупных французских компаний, компания «Ашан». Мы с ним начинали трудовую деятельность в этой компании вместе. Поэтому на сегодняшний момент не видим никаких преград, чтобы работать снова вместе. Набрались опыта. Набрались опыта, на самом деле, в разных ипостасях. Я в основном в дистрибуторских компаниях работал в крупных, которые занимались дистрибуцией цифровой техники, аксессуаров и так далее. Савелий работал в ритейле в крупном, в одном из крупнейших ритейлов страны. И вот там вы насмотрелись и поняли, что чего-то не хватает потребителям. Да, чего не хватает. Там-то и стало понятно, потому что многие... Сразу видно все ошибки. Работая в крупной компании, видно все ошибки, которые совершают многие, даже крупные компании. Мы сейчас пытаемся этого всего избежать. Ну, например, какие ошибки? В первую очередь погоня за прибылью, когда ставится во главу угла. То есть это приводит к тому, что выбор на полках становится просто абсурдный. И можно говорить, что продают такой товар, который даже не интересует мелких воришек. Потому что он лежит. Некачественный. Некачественный, дешевый, абсолютно ненужный, абсолютно бесполезный. То есть вот это все потом появляется там, сваливается в мусорки, уходит просто в никуда. То есть вот весь труд, который он там вроде как был сделан, произведен, потрачены ресурсы, время всех, он никому не нужен. И вот эта вот погоня за прибыльностью, за дешевыми товарами, это такой очень путь в никуда. Не то, что не очень, а путь в никуда. Поэтому мы в своей практике хотим делать реальные, настоящие вещи, которые нужны. Которые нужны, которые будут служить, которые приносят положительные эмоции. И в которые вложено некое вдохновение, да, и некая забота того человека, который это делает, а не просто наштампованно. Абсолютно. Совершенно верно, да. То есть на сегодняшний момент у нас на производстве используется достаточно серьезное оборудование профессиональное, но тем не менее еще много ручного труда, вспомогательного. То есть как бы процессы, они идут с помощью наших сотрудников. И наша каждая единица продукции, она имеет эту частичку каждого человека, который постарался ее сделать. И это видно, потому что все очень стараются, чтобы было сделано очень качественно. Каждый шов, каждый элемент, детали, он был сделан очень высокого качества. Это мы очень стараемся, следим за этим лично, персонально. Всех объясняем, что если мы что-то делаем, мы должны делать это... Как для себя. Для себя абсолютно, да. Ну, а кому пришла идея в голову все-таки делать аксессуары для смартфонов и планшетов? Ведь рынок этой всей продукции завален просто по самому макушку. Вопрос, какого качества это вся история. Но тем не менее, да, то есть ты приходишь, выбор у тебя колоссальный. И надо было достаточно немалой смелостью обладать, чтобы туда прийти еще с каким-то новым продуктом. Да, ну, когда мы пришли два года назад туда, было чуть посвободнее, скажем прямо. Да, действительно, на сегодняшний момент, вот правильно вы подметили, что завалено все. Завалено продукцией на 60-70% очень низкого качества, но ценник очень такой крепкий. Даже если через интернет покупаешь. Абсолютно, абсолютно, да. Многие компании, даже именитые, брендовые, они берут те же самые дешевые аксессуары в Китае, наносят свои логотипы и как бы вперед сюда на российский рынок. Нам просто, честно говоря, обидно немного за всю эту ситуацию, потому что мы считаем, что русские люди не заслужили такого подхода. Поэтому мы и здесь, собственно говоря. Идея действительно смелая. У нас просто еще очень сильно подразделение, которое занимается аксессуарами для электронных книг. Вот, эта ниша на момент нашего прихода, там, пару лет назад была абсолютно свободна. Вот, и мы очень плотно заняли эту нишу. Вот, и сейчас, ну, без ложной скромности, скажем, что процентов 80 занимаем в этой нише. Есть спрос, да? Есть спрос. Все-таки Москва достаточно длинная с точки зрения инфраструктуры метро. Народ считает. Да, долгие перелеты на метро, да, там, порядка, там, 40-50, а то и часа приходится многим ехать на работу. Нация у нас читающая, в принципе, книги востребованы. Слушайте, я помню, да, я несколько лет назад, я пользовалась электронными книгами, сейчас читаю все-таки, ну, скорее, с телефона, хотя это вредно для глаз, говорят. Очень вредно, да. Но я покупала хорошую книжку, и реально, там, 40% стоимости в итоге этой книжки не обошелся еще и кейс. Ну, правда, он был с каким-то стройным фонариком, который мне особо не пригодился. Да, да, да. Но меня поразило, да, что вот я покупаю книгу, и чехол к ней стоит, там, чуть ли не в половину стоимости самого девайса. Это, конечно, было дико дорого и не очень комфортно. Ну, сейчас вы говорите вот про определенного производителя, и вы говорите про оригинальный чехол, все верно, так оно и есть. Вот, но наши чехлы чуть дешевле, вот. И в этом сегменте мы тоже используем политику, там, меньше тысячи рублей, основная масса наших товаров. Мы делаем чехлы в основном для покетбука и универсальные чехлы, то есть, это вот, покетбук, электронные книги заняли достаточно весомую часть в нашей жизни здесь, в Москве. Вот, хотя в остальном мире это не совсем так, вот. Электронные книги останутся, дело в том, что это определенная ниша читающих людей. То есть, читать с планшетой, там, или с телефона, это, наверное, там, достаточно большая нагрузка для зрения, и поэтому в любом случае, чтобы читать книгу долго, требуются эти вот жидкие чернила технологии, когда там отраженный свет используется. Ну, а кто, кто-то из вас читал покетбук или ходил и не мог найти чехол для своего смартфона? Именно, совершенно верно. Мы не можем во всем этом изобилии, которое представлено, зачастую найти то, что нам нужно. Это не только касается электроники, это касается многих, там, наших отраслей, в том числе, например, детских игрушек, чтобы что-то найти интересное, стоящее ребенку, и чтобы это не стоило за облачных денег. Ну, не будем брать, там, конструкторы всемирного, там, мирового известного производителя, конструкторы. Понятно, что-что-то другое, там, это уже все китайское, зачастую плохо пахнущее, там, понятно, там, из чего сделано, и проблема купить игрушку, это так. Но мы решили, и это касается, в том числе, и аксессуаров для электроники. Поэтому мы сами не можем, иногда, зачастую, выбрать, ни себе, ни родным, ни близким. И понимаем, что здесь-то мы должны сделать некий, вот, и правильно, некий переосмысление в том, что мы можем делать качественные вещи, недорогие в том числе. То есть задача наша делать, производить недорогие продукцию с тем, чтобы человеку была возможность купить несколько наших услуг. В общем, все время возвращаемся к принципу «как для себя любимого». Продолжим после новостей. Сегодня с нами в доле бренд VivoCase и компания StatusFactor. Компания производит аксессуары для смартфонов, планшетов, бренд VivoCase. У нас в гостях основатели-владелицы этого бренда Сергей Склюмин и директор по развитию Савель Тарасенко. Всем привет. Когда вы все-таки решили создать собственный бренд, выйти на рынок, помимо того, что хотел сделать качественно, сделать в России, отвечать самим, чем вы решили выделяться из общей массы? И как вы решили идти к клиенту, обращать его внимание на себя, чтобы он выбирал именно вас из этого немыслимого количества других парней? Вот очень хороший вопрос на самом деле. Опять-таки повторюсь, что на момент прихода, это пару лет назад, рынок был чуть свободнее. И подход мы сразу и решили использовать именно таким, чтобы нас отличало качество и подход именно к продукции, к выбору продукции, к подвору материалов, как для себя. То есть, чтобы нам самим не стыдно было прийти, показать эту продукцию. И нам до сих пор за нее не стыдно, когда мы приходим на переговоры на любом уровне, показываем свою продукцию, пока еще негативных моментов или отзывов, либо обсуждений негативных на предмет качества нашей продукции или подход к дизайну и так далее, негативных ни одного нет. То есть, любые переговоры мы заканчиваем зачастую в свою пользу, потому что действительно по качеству продукции вопросов нет и так далее. У нас есть телефонный звонок, давайте поговорим с Алексеем. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Слушаю вас. Добрый день. Да, у меня такой потребительский вопрос. Я вот автомобилист и постоянно сталкиваюсь с проблемой зарядных устройств для автомобиля. Потому что вы знаете. С одной стороны, или очень низкое качество, с другой стороны, или очень высокие цены. Вот что вы можете по этому поводу рассказать? Не хотите ли вы заняться производством и этого аксессуара? Спасибо большое. 65, 10, 99, 6. Спасибо за вопрос. Да, конечно, отвечу. Совершенно верно, да. Если мы что-то видим более-менее качественное по использованию пластика, функциональности и надежности работы, это стоит зачастую достаточно больших денег, что иногда как-то очень трудно сделать этот выбор и купить это устройство. Если мы хотим сэкономить, покупаем какие-то простые вещи, зачастую они ломаются в тот же день или через короткое время, мы вынуждены еще опять покупать, опять эта проблема и опять это озадачится. Совершенно верно, есть такая проблема. И мы прорабатываем этот ассортимент под брендом Diapro, именно зарядных устройств, кабелей и всевозможных моментов, которые заряжают наше мобильное устройство, с тем же самым подходом. Мы хотим делать качественные вещи, высокого качества, надежной работы в доступном ценовом сегменте. То есть пока это все в процессе разработки? Это в процессе, да, потому что разработка любого нового изделия с таким подходом, как у нас, с качественным, она занимает длительное время. Так как мы не берем готовых решений, соответственно, мы все это пропускаем через себя и по нескольку раз, то есть отдел маркетинга перерабатывает эту информацию, мы предоставляем еще раз в производство, несколько раз отправляются образцы на допроизводство, на доконструирование и так далее. Процесс занимает несколько месяцев, там 3-4 месяца. Вот последнее наше изделие, там сумка, обычная городская сумка, вот которую я сегодня принес с собой, мы ее проектировали порядка полугода, потому что она несколько раз отправлялась на производство, вот, дошивалась, дорабатывалась и так далее. Поэтому быстро решить эту проблему не получится с качественным подходом, но мы на пути, на пути решения вот этих проблем. Да, совершенно, мы ставим себя на место покупателя и берем в руки это устройство, начинаем думать, удобно нам, неудобно, комфортно, куда ее положить, так, чтобы не забыть, не потерять. Если потерять, то не жалко еще купить, если что-то там с ней случится. То есть исходим с точки зрения потребительских свойств нашего товара. И когда мы полностью говорим, да, нас устраивает, с точки зрения покупателя, мы начинаем это уже предлагать и на рынок выставлять, только с этим подходом. Да, может быть, мы медленно все делаем, но мы делаем достаточно основательно, чтобы потом не исправлять тех ошибок, которые можно сделать в спешке или в скорости и так далее. Чтобы не возвращаться. Чтобы не возвращаться, абсолютно верно. Зачем два раза ходить по одной и той же дороге? Тем более от потребителей могут быть негативные отзывы, и дважды уже, может быть, и не получится войти в этот сегмент рынка. Вы сразу решили, что вы будете шить сами по собственным каким-то формам или лекалам и обращались на разные предприятия, да? Кто изначально придумывал дизайн, определял вообще, как это все должно выглядеть, из каких материалов производиться? Ну, самые первые шаги, которые мы сделали, это были такие небольшие шажки, которые мы делали. А можно ли поменять фурнитуру, отсюда взять вот это, приклеить вот сюда и все это поменять? Делали просто дефрагментацию разных устройств и собирали их в одно, которое нам понравится, скажем так. Чуть позже у нас появился отдел маркетинга, когда мы чуть встали на ноги после первой, второй, третьей поставки. Вам много пришлось вложить собственных средств на начальный маркетинг? Ну, достаточно много, но о них не хотелось бы говорить, потому что мы их расцениваем как инвестиции. Только в этом ключе. Но вы в кредиты не влезали? Больших нет, больших нет. Есть технические какие-то моменты, которые нам на сегодняшний момент помогают, там, оборотные вещи поддержать. Ну, это глобально ничего нет. Я больше скажу, это были, наверное, это самый сложный момент стартапа, когда вкладываются практически все свои деньги. И Сергей пошел на этот шаг, именно преодолел вот этот вот страх. Страх, то, что не получится. И вот очень важно, это отличает именно предприниматели от того, что они рискуют. То есть жить на готовом, наверное, в коммерции не получится. То есть если нет риска, значит, это уже не коммерция, что-то другое. Но, значит, сначала процесс был достаточно таким, ну, громоздким. Ну, громоздкий, он примитивный был, да. Мы достаточно быстро учились в этом вопросе. Вот, и когда появился уже отдел маркетинга, здесь мы уже начали сами проектировать, конструировать так, как мы хотим. То есть как мы видим этот чехол, так он и должен быть исполнен. Вот, соответственно, уже пошли по другому пути. Материалы выбирались либо на выставках. Зачастую то, что мы видим на выставках, в принципе, можно найти через интернет, зная примерно качество китайских товаров и так далее. Вот, на сегодняшний момент мы используем несколько видов тканей, это работаем и с итальянскими производителями, там, отчасти. Вот, только начинаем, только завязываются переговоры, ну, отношения деловые. Вот, материалы китайские, турецкие, там, где делается основная масса материалов. К сожалению, как раз вот по материалам у нас производство в России несколько сократилось. Тоже ситуация, да, чем по всем остальным вещам. Да, поэтому здесь найти наш отечественный, наш материал необходимого качества достаточно сложно. Поэтому, да, итальянские, турецкие, китайские материалы мы вынуждены там приобретать. Но это самое главное, то, что мы исходим из создания наших продуктов, это то тактильное чувство, когда покупатель берет его в руки. Это вещь, которую он все время крутит в руках, то будет его планшет, электронная книжка или смартфон. Поэтому он должен быть очень комфортным, приятным, на ощупь, вот именно не вызывать никаких раздражений там или что-то еще. Поэтому материалы исходим из этого в момент, что будут к нам, как бы покупатели будут его брать в руки и какие ощущения они будут испытывать. Да, 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 это у нас как-то в гостях были ребята, которые занимаются аромамаркетингом, а у вас такой тактильный маркетинг. Да, действительно. По полной программе работает. Даже первый лозунг компании звучал как «For those who feel», то есть для тех, кто чувствует. Вот, и мы предлагали эти материалы. Мы, наверное, одна из немногих компаний, которая начала работать именно с тканью, не просто кожзам, да, или там резина какая-то используется в изделиях. В основном, да, текстиль. То есть основная масса нашей продукции – это текстильные вещи. Это даже если взять клавиатуры, мы их тоже вместо кожзама обтянули текстилем, чтобы было очень приятно, комфортно работать. Ну, и, соответственно, человек чувствовал, что это одно единое целое вместе с ним, так как одежда, ну, редко бывает из пластика, вот, что-то подобие одежды и делали. Что позволило вам перейти все-таки к собственному производству? Как вы на это решились? Я, наверное, отвечу на этот вопрос. Давай, Савелин. Дело в том, что собственное производство позволяет свободу маневра. То есть мы независим от наших поставщиков, от тех фабрик, от тех условий и так далее. Мы делаем то, что считаем нужным, в том объеме, в котором считаем нужным, и по той цене, которую считаем нужным. И мы видим, если покупателю нужно вот это, мы делаем именно то, что ему нужно. И ничем не ограничено в своем выборе развития вариантов. То есть мы закладываем именно те моменты на производстве, которые интересуют именно здесь, сейчас потребителя. Это зависит от выхода новых моделей. Мы можем сразу сориентировать свое производство на эти новинки. Мы можем взять и тенденции моды, которые там весенний-летний период, новые ткани, цвета. Мы можем это быстро сориентироваться. Поэтому это свобода в плане принятия решений. Сколько, я не знаю, чехлов для iPad в месяц может выдать ваша фабрика? Ну, смотрите, на сегодняшний момент мощности очень высокие. Я вот единственное к статистике прошлых лет хотел бы вернуться, чтобы было понимание, с чего все начиналось. То есть в первый год мы продали порядка 80 тысяч наших девайсов. Это ого. Это нормально, да. На второй год существования мы продали порядка 200, там чуть больше 200 тысяч наших девайсов. На 14-й год мы запланировали порядка полумиллиона, чтобы было продано под брендами VivoCase Diopro. И хотел бы добавить к Савелью, помимо свободы наше предприятие, как пришли мы к этому, есть несколько аспектов. Это свобода принятия решений и выбор, плюс снижение рисков. Это чисто такой вопрос безопасности для бизнеса, потому что мы устали многих учить работать. После того, как кого-то обучишь, человек, ну, знаете, как… Соскакивает. Ну, соскакивает, считает, что это его больше заслуга, чем твоя. Когда вот мы размещаем у кого-то заказы, там говорим, как это нужно сделать, почему так нужно сделать, когда объясняем, там, философию свою даем фактически человеку. Вот, ну, потом перестает, ну, как бы, работать в том ключе, которому нужно. Поэтому здесь мы ограничили на сегодняшний момент вот такие моменты и будем стараться наращивать только собственные мощности. Собственные мощности только в России, только гражданами России и вот технологиями, которые мы сами придумаем, где-то возьмем, там, и так далее. Мы работаем на сегодняшний момент за многими предприятиями, вот которых мы уже нашли. И по производству пластика нашли предприятие, хотя нам казалось… Российская, Подмосковья расположена. Да, в Подмосковье, хотя, казалось, нам отрасль здесь вообще не развивается в России, но вот нам удалось найти. Очень медленно все запускается. Месяцами. Месяцами мы ждем, ждем ответов, ждем решений, ждем каких-то конструктивных моментов. Но не отступаем. Но не отступаем. Сами занимаемся в сегодняшний момент еще и конструкторскими работами, сами чертим там крепления собственные и так далее. То есть уже в стадии разработки ждем, через пару недель должно выйти первое наше крепление самостоятельно придуманное, разработанное, изготовленное в России. У вас и маленькое патентное бюро теперь? Ну, мы будем патентовать, да, все эти вещи будем патентовать. У нас есть партнер по патентованию, у нас нет, есть патентные поверенные, скажем так, в компании сотрудников специального нет. Используем пока сторонний ресурс в этом вопросе. Ну, в общем, вы не ищете легких путей, как я понимаю. И, наверное, тем ценнее то, что вы делаете, по крайней мере, мне так кажется. 6510-99,6, наш московский телефон. Присоединяйтесь к нашей беседе, у нас в гостях бренд Вива Кейс. Я еще вижу все-таки, что у вас какой-то совершенно особый подход к упаковке вашей продукции. И особенным логотипом отмечена ее экологичность. Почему это так важно? Ну, нам все-таки хотелось бы, чтобы потребитель, когда берет в руки нашу упаковку и наше устройство, все-таки понимал, что оно сделано с душой, и что брать его безопасно абсолютно. Вот. И поэтому вся упаковка, она сделана из экологически чистых материалов, которые мы привозим. Российская упаковка сделана из картона, из нашего российского, который, в принципе, безопасен. Ну, нашли, по крайней мере, такой картон, который безопасен. Без ГМО. Без ГМО и других добавок, да. Но единственная краска, которая используется, они тоже достаточно лояльны к использованию и так далее. Абсолютно безвредная упаковка, то есть ее можно брать в руки и не испачкать. Да, многие товары действительно пахнут, наши товары запахом никаким не отличаются. Если даже брать любой китайский продукт, вы его сразу по запаху клея сможете идентифицировать, потому что там, наверное, на общем фоне различных запахов, которые есть в Китае, запах этого клея, наверное, не самая страшная. У нас в России все-таки обстановка несколько другая, и поэтому... Вот это я бабушке нашей всегда говорю, она любительница, а игрушки в переходе покупать. Метрополитен. Нюхай игрушки. Совершенно верно. Китайские игрушки зело вонючие. Очень, очень. Не неси их домой, пожалуйста. Поэтому они и продаются, на сегодняшний момент в переходе, там, где уже шумно, дурно пахнет. Да-да-да. Поэтому там, в принципе, это не чувствуется. Мне очень понравилась вот эта вот, да, упаковка. Я не знаю, если вы смотрите нас в интернет-трансляции, она то, что называется, ну как, не recyclable, хотя она и recyclable, но ее можно использовать по назначению какому-нибудь иному, а не только для планшета на шине. Об этом чуть-чуть попозже расскажем вам после новостей. Оставайтесь с нами вдоль, и у нас сегодня в гостях бренд VivaCase. Сегодня с нами вдоль компания статус-фактор и бренд VivaCase. Здесь основатель и владелец Клёмин Сергей и директор по развитию Савелия Тарасенко. Вот, думала-думала, ну как, recyclable – это то, что можно переработать, а reusable – это то, что можно использовать по какому-нибудь другому назначению. Мне вот очень нравится, что вашу упаковку снял ее с чехла, да, и можно в нее что-нибудь еще другое класть и хранить. Вот именно эта идея была. То есть первый вопрос, который возникает у потребителя – что делать с упаковкой? Ну, выкинуть. Ну да, за нее заплачено, но можно, в принципе, выкинуть. Да, выкинуть. И, соответственно, это окажется в мусорном ящике, в мусорном ведре, там, не знаем, где его год, но потом, в итоге, на свалке. И если мы, там, поездим по Подмосковью, то зачастую мы повстречаем гигантские мусорные свалки, которых мы так не видим, но зачастую они отравляют жизнь многим. Поэтому наша мысль была, что мы можем со своей большой, там, позиции, что мы можем сделать с точки зрения экологичности. В первую очередь использовать картонную упаковку, которая потом перерабатывается. 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 Ресурс восполняется. И не отравляет нашу природу. Так как это восполнимый ресурс, то есть для того, чтобы производить картон, там целое предприятие работает, которое использует древесину, которая является ресурсно восполнимым. Второй момент, та упаковка, которая не может такими свойствами обладать, как картон. Мы поняли для себя, что эту идею, что человек как-то должен ее использовать. Например, как вторую сумку, где можно хранить документы, какие-то вещи. И сразу начали спроецировать на себя. И поняли, что здесь можно брать в командировки какие-то вещи, которые требуют для того, чтобы они не потерялись и всегда были под рукой. Будь то зарядки или какие-то блокноты, записные книжки, ручки и так далее. Либо средства личной гигиены. Очень удобно. И возможно, кому-то это заинтересует. Но здесь было самое главное, чтобы не было сразу выброшено бессмысленное мусорное ведро, вот эта упаковка. Хотя бы человек подумал, как его может использовать. Вот мы за него это подумали и предложили. И надеемся, что покупатели это оценят и также будут использовать еще не только само устройство, но еще и в нашу упаковку. Можно вообще, знаете, напечатать какую-нибудь инфографику даже в качестве подсказки для потребителя. Там вкладыш какой-нибудь дел, что типа нашу упаковку можно использовать так. Сюда можно класть документы, билеты, паспорт, если вы путешествуете. Ребенку класть завтрак в эту сумочку можно. Не знаю, что-нибудь еще. Если вы идете в поликлинику, сюда вы можете складывать распечатку своих анализов и медкнижку. Ну, в общем. Кстати, да, очень хороший. Мы об этом не подумали. Да, да, потому что человеку не всегда приходит в голову, чем заняться. А если вы ему предоставите такой комикс из картинок, чем можно заполнить эту упаковку, я думаю, народ с удовольствием будет следовать вашим указаниям. 65 10 99 6, наш московский телефон. Виктор, здрасте. Слушаем вас. У меня вопрос следующий. Вот скажите, а как обстоит дело с такими, ну, скажем, штучными вещами, да, с штучными аксессуарами? Что вы имеете в виду? Там я себе хочу, могу позволить там какие-то вещи, ну, скажем, там чехол из кожи крокодила. Как вот с этим делом обстоят и какова специфика вот направленности, скажем, по производству там VIP аксессуаров? Люкса. Да. Спасибо. Если у вас лакшери линейка. Линейка на сегодняшний момент ее нет, к сожалению, наверное, или к счастью для нас, потому что мы пока еще не нарастили мощности для широкого рынка, вот. Рынок VIP аксессуаров у нас есть в задумках, и мы не зря находимся в Торжке, вот. Это одна из причин нахождения именно в этом городе локации. Вот, Савелий. Я расскажу, очень хороший вопрос, на самом деле мы на сегодняшний день пока не можем предложить нашим VIP покупателям, нашим вот эксклюзивным покупателям, которые могут себе позволить уникальные вещи, но это не значит, что мы про них не думаем. То есть они тоже в нашем поле зрения, мы подготовим для них специальную линейку, и действительно мы не зря открыли предприятие в Торжке, которое славится своим золотошвейным производством. Ух ты! Это с древних времен ремесло, которое до сих пор сохранилось в Торжке, именно умение вышивать именно металлизированными нитями, золотыми там с большим процентом, но тем не менее золотошвейное производство, оно есть. И уникальный дизайн, уникальная вышивка, именно в золоте, в серебре или что-то еще, оно всегда выделяет аксессуар среди всех прочих. Смотрится не хуже кожи аллигатора. Абсолютно, абсолютно. Это верно, да, то есть это уникальное наше отечественное, как бы, именно исполнение, вот это производство. И когда люди будут показывать эти аксессуары, мы всегда, то есть они могут быть уверены, что это будет оценено. Слушайте, мы с вами все время говорим о чехлах, а вот не коснулись клавиатуры, я вот сейчас как раз открыла совершенно чудесную штуку, и, честно говоря, мне прям обидно, что это только для андроидов есть, а я со своим айфоном. Нет, есть для Apple в том числе, просто мы не привезли сегодня, к сожалению. Очень крутая вещь, просто маленькая клавиатурка для смартфона, это ваше ноу-хау? Я такое вижу первый раз. Да, мы ее чуть-чуть переработали, то есть первая наша клавиатура, это была для обычных планшетов. То есть это чехол с клавиатурой? Это чехол с клавиатурой, это чехол универсальный, который подходит для всех устройств, которые работают на системе Android, вот, и можно запросто поставить его и печатать как планшет, так и телефон и так далее, то есть набирать текст, работать с текстовыми документами и так далее, как полноценный компьютер. Есть подобная клавиатура для Apple, на сегодняшний момент она выходит тоже в универсальном исполнении, для старых моделей Apple она подходит для всех, и для iPad Air в том числе. Мы все это продумали, сделали и так далее. То есть у нас есть для 7 дюймов, для 10 дюймов, непосредственно для планшета и для продукции Apple. Ну вот это вот я просто своими руками трогаю, действительно готова подписаться по тем, что удобно, эргономично и очень приятно. А все-таки вот, ну опять же, слушаешь вас, и как-то, ну кто-то может подумать, какие-то странные парни вообще, они готовы ждать, они что-то тут копошатся в России, ищут себе производство, ищут себе русские руки. Вместо того, чтобы деньги зарабатывать, создают себе какие-то дополнительные условия, которые их тормозят. Почему вы не такие, как все? Почему вы не стремитесь за сверхприбылью? Почему вам важно соблюсти какие-то прочие условия, какую-то идеологию, какие-то принципы? Ну мы смотрим в будущее, потому что здесь, сейчас, это сегодня, и не говорит о том, что завтра будет ситуация повторяться. То есть мы для себя хотели бы сделать свое будущее. Потому что мы в ответе за многих людей, за наших близких, за наши семьи, за наших работников, за наших покупателей. То есть это наша позиция, которую мы, вот эта правильная философия, то, что мы несем, что мы хотим делать вещи, которые нам не будет стыдно, у нас будет чисто совесть, и покупатели, приобретающие нашу продукцию, будут им пользоваться и в удовольствие знать, что продукция стоит доступные деньги, высокого качества. Но зачастую ваша философия тормозит вашу прибыль. Ну она тормозит в данном моменте. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас, да. Но она разгоняет эту прибыль в будущем. Репутация зарабатывается очень медленно. То есть мы хотим заработать именно репутацию, как производителя высококачественного, надежного, которому можно доверять. И доверие людей очень трудно заслужить, но очень легко потерять. Поэтому мы очень дорожим доверием наших покупателей, нашей репутации, и считаем это один из главных ресурсов, очень ценным ресурсом. Сергей, вот хочу вас спросить. Мы говорили о том, что предпринимательство – это риск, когда ты вкладываешь свои средства, и ты не всегда на 100% уверен, что тебе удастся их вернуть, не говоря уже о том, чтобы приумножить. В каком момент вы почувствовали, что бизнес есть, что он случился, и что у него есть будущее? Чтобы вы не зря вложились. Да, почувствовал в тот момент, когда я смог поддержать те обороты, которые хотелось бы мне видеть. Тогда уже и было понимание. На самом деле, понимание пришло еще в бизнес-школе. Когда я ее заканчивал, примерно понимал, что нужно для того, чтобы получилось. То есть основная проблема – это несвоевременное принятие решений. Что зачастую для наших предпринимателей здесь сегодня тормозит их бизнес именно недофинансирование. Пришлось продать там все излишки, скажем так, в доме, вложить все в бизнес. То есть решила две основные… Излишки в доме, то есть второй автомобиль, дачку. Включая первый, в том числе. Вот так. Поэтому, да, какое-то время передвигался на метро. Ничего здесь страшного нет. Но прекрасно понимаю, что недостаток финансирования сразу же погубит тот росток, который есть. Решил все основные проблемы. И стало понятно, что бизнес есть, бизнес живет. Как только он смог сам себя поддерживать на плаву, стало понятно, что нужно работать в этом ключе и развивать. Поэтому мы, наверное, действительно не такие, как все. Не гонимся за сиюминутными прибылями. Мы работаем надолго, потому что общаемся со многими компаниями зарубежными, которым по 30 лет. Нам бы хотелось тоже 30-40 лет на рынке российском быть. Быть заметными, быть инновационными всегда. Вот к этому мы и идем. Поэтому сверхприбыль сегодня была бы интересна, конечно же, безусловно. Но, наверное, это не во главе угла. Во главе угла все-таки основные ресурсы, как по Карлу Марксу. Это труд, земля и капитал. Труд – это те люди. Земля – это оборудование и сооружение, которое у нас есть. Капитал уже весь внутри компании. Тогда немножко еще о планах расскажите. Вы сказали, что у вас есть возможность выйти на немецкий рынок. Вы уже на него вышли. У нас есть партнер, который покупает нашу продукцию, продает ее. У нас на самом деле написаны планы на несколько лет вперед. Точнее сказать, на 5 лет ближайших. Мы уже написали свое видение будущего, то, что мы хотим увидеть. И совместно сейчас и производственные подразделения, и подразделения, которые находятся здесь, в Москве, шагаем в одну сторону для достижения всех этих целей и планов. Развитие новых направлений, не только связанных с электроникой. Но все, что мы считаем нужным, мы можем внести свой вклад. Именно сделать ситуацию лучше и заработать. То есть коммерцию никто не отменяет. Мы будем во всех направлениях двигаться. В правильную сторону. Спасибо огромное. Биба Кейс были с нами в доле.